всем привет меня зовут лена и я ваш гид шарм эль шейх сегодня мы с вами поплаваем в красивой бухте раз ум эль сит здесь одни из самых красивых коралловых рифов сюда попасть можно если вы заселитесь в отеле фарана риф риф уазис сантида риф уазис бич джаз фонар ну и также есть кусочек пляжа куда возят из отелей три звезды но к сожалению с этими отелями я вам помочь не могу не знаю какие туда возят они все время меняются также сюда вы можете попасть через платные пляжи такие как фарша около фарша находится пару пляжей и пляж эль фонар на момент создания видео стоимость хода на эти пляжи составляла от 50 фунтов ну а так как просто риф смотреть скучно я вам немножечко расскажу попутно полезной информации о красном море и о безопасности масштабы рифа что вы понимали мы проплывем всю вот эту вот береговую линию начнем с понтона и в самом конце выйдем на пляже эль фонар но давайте самого главного для начала это местоположение и особенность дального рифа находится он в районе хадаба в принципе теоретически это безветренная бухта хороша для отдыха зимой не у всех пляжей и отелей есть выход в море через понтон но при отливах это очень надо например с пляже фарша который рядышком и с отеля фарана риф при сильном отливе невозможно переплыть риф на глубину со стороны берега там сами понимаете риф не очень красивый но рыбок можно увидеть много и даже рыбу крокодила и скатов со стороны моря риф более красочный но еще раз повторюсь при сильном отливе нет возможности переплыть риф тогда рекомендую посмотреть направо и там вы увидите деревянный мостик понтон на риф иногда к нему пускают по берегу а иногда можно пробраться только вплавь почему не пускают потому что как раз вот этот мостик принадлежит пляжу которая арендуют отели три звезды еще раз повторюсь какие отели я не могу вам сказать не знаю в общем либо по суше иногда пускают либо по морю проплыли забрались на этот мостик и пошли себе плавать вдоль рифа риф на самом деле красивый и знаменитый около него вы сами увидите при отдыхе останавливаются экскурсионные яхты и сафари яхты обувь и ласты теоретически в этом месте практически везде есть небольшой песчаный заход и безопасно вполне босиком но если вы все-таки идете плавать куда-то около рифа ходите то очень рекомендую воспользоваться обязательно коралловыми тапочками либо ласты то есть в принципе по дну лучше не ходить босиком во первых там могут встречаться обломки коралловых рифов и камни которые достаточно острые и могут нанести серьезную травму вашей ноге далее можно естественно наступить на ежа его не заметить а это то еще удовольствие сомнительное ну и не забываем про рыбу в камень и их прочие опасности после слова опасности выдохнули успокоились отключили панику если она включилась и запомнили красное море это дикая природа нас в лесу подстерегает тоже огромное количество опасности но это же не мешает нам ходить в лес в принципе на улице опасно поэтому ребята без паники далее очень частые слова вопросы претензии к рифу а плохая видимость на рифе мало рыбок риф не понравился это касается как и рифов около вашего отеля в том числе и рифов которые встречаете на экскурсиях даже в течение моего видео видно что иногда очень хорошая видимость и прозрачность хорошая а иногда плохая зависит это от очень многих факторов приливы отливы волны течение внешние погоды условия солнце либо облачно на небе то есть один и тот же риф в разное время может выглядеть по-разному поэтому не делайте свой вывод только потому что вы один два три раза проплавали на риф лично у меня есть понятие что не существует некрасивого рифа бывает просто не повезло кстати на этом рифе мне очень много людей писала что часто видели черепах ската орлика к сожалению я когда поплавала мне в этом не повезло но лично знаю людей которые видели плавала на рифе много раз и в разное время суток ну сами понимаете дело везения повезло повезло не повезло ну не рифа вина а моего везения ну а теперь несколько слов по поводу безопасности в красном море которую очень важно знать первое и самое главное ребята в красном море ни в коем случае нельзя кормить рыб и на это есть огромное количество веских причин во первых хлеб и вода не являются рационом питания рыб они перестают чистить коралловые рифы полипы это плохо влияет на сам риф элементарно очень многие рыбы питаются водоросли если они перестанут их есть это как сорняки на грядке риф просто зарастет и его не будет видно во вторых пришли покормили люди пришли покормили а потом вы приходите либо другие и не кормят даже маленькие рыбки могут начинать нападать на человека и наносить ему травмы также большое скопление рыб вот это активное когда вы кормите их много наплывает может привлечь к себе хищников но это как минимум смертельно ядовитая крылатка мурены отряды спинороги можно получить достаточно серьезную травму ну и третье но не менее важное но и самое опасное это может привлечь даже акулу особенно в открытом море поэтому пожалуйста не надо кормить рыб если уж так сильно руки чешутся и хочется деткам показать и покормить то тогда вам нужен пляж где есть длинный понтон вот кто плавал на таких пляжах понимает что когда вы опускаетесь в воду то под понтоном очень много рыб прячется почему если вы обратите внимание к сожалению на своем видео я не могу это показать но на понтоне наросло очень много различной тины это и есть природный рацион питания очень многих рыб возьмите его лягте на понтон пошкребите чем-нибудь чтобы вот она отлипла и пошло в воду тогда и рыбок налетит ну поменьше извините чем на хлебушек но все равно их будет много и вы не нанесете ущерб природе и будет это безопасно для человека поэтому пожалуйста ни в коем случае не кормите рыб для справки за кормление рыб в красном море на государственном уровне предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч евро платит как тот кто кормил в том числе и организация то есть это например либо отель либо на яхте я не знаю к сожалению либо к счастью но я не знаю ни одной истории когда был оштрафован турист наверное было бы и к лучшему если бы оштрафовали потому что было бы неповадно это на самом деле очень пагубно при влияет на море поэтому если вы хотите это остановить и как-то на это повлиять предупредите снимите кормящего на телефон подойдите на рецепшен скажите что хотите позвонить в полицию они этот вопрос решат конечно решат временно потому что ваш отпуск в отеле никто не хочет портить их можно понять но после вас я надеюсь придут другие и вот эта тенденция она остановится во вторых ребята ни в коем случае нельзя наступать на коралловые рифы коралловый риф сам по себе вот маленький да он растет примерно на 1-2 миллиметра в год представьте сколько надо было времени для того чтобы выросли рифы которые вы сейчас видите а сломать их можно один ударом ноги просто от того что вы наступили либо ласты задели также очень многие рифы оставляют на теле ожоги они жгутся и эти ожоги долго заживают поэтому не надо трогать коралловые рифы для тех кто не знает также напомню вывозить кусочки рифов и ракушек из египта запрещено от этого штраф от 1000 долларов депортация и blacklist на запрет посещения египта такое тоже бывало и есть в практике конечно есть кто-то провозит да и хвастается я провоз а я не провез ребят дело везения к счастью опять же либо к несчастью но сто процентов людей не могут устроить тотальную проверку для вас и вообще когда вы забираете ракушку с моря даже если она пустая вы крадете чей-то домик туда же потом заселится какой-нибудь рак отшельник крабик либо еще кто-то она вам дома это пылесборник да и в не в работа нам виде она долго не хранится поэтому оставьте это все там где она лежала и также еще один момент безопасности в красном море нельзя плавать одному там где людей нету лучше не плавать одному и держаться когда никого совсем нету поближе к самому рифу дело не только в хищниках которые могут плавать рядом дело в том числе и в вашем здоровье которое может вас подвести у меня один раз в воде свело ногу если бы со мной рядом не плыл муж моей сестры я не знаю чем бы кончилось дело потому что меня просто тянуло ко дну утонущий человек не может вам кричать помогите спасите это я уже знаю по своему опыту я вроде бы была в ластах и мне дурифа было ну вот буквально пару метров но тем не менее если бы его не было рядом я не знаю спасло меня это или нет так что берегите себя и обязательно соблюдайте технику безопасности в красном море запрещено плавать после заката все понтоны рифы пляжи все абсолютно закрывается на закате это связано с безопасностью потому что на закате очень много хищников и крылатки и мурены и те же самые акулы и другие выходят на активную охоту это небезопасно для вас не путайте пожалуйста с ночным дайвингом потому что во время ночного дайвинга работают профессионалы и там нельзя находиться без сертификата а у них есть специальное обучение также у нас шарм-эль-шейх на территории красного моря запрещена рыбалка рыбачить могут только бедуины поэтому записываться кому-либо на рыбалку ребят бесполезно это во-первых противозаконно во-вторых там я не знаю что вам максимум сделает но не будет такое как в роликах в фильмах большая удочка рыбалка огромная рыба такого не будет ну а я надеюсь что вы для себя опять же подчеркнули много полезной информации посмотрели риф узнали много полезного и интересного ну а я с вами прощаюсь если вы захотите с нами поехать на экскурсию в описании я оставлю обязательно все ссылки хорошего вам отпуска пока пока